Приветствую друзья, с вами Виталий. Сегодня система такая интересная, системообразующая такая тема. Смотрите друзья, про богатство. Про богатство, откуда оно берется, о частной собственности, что такое, и личной собственности. Такие есть диаметрально противоположные понятия, которые оказывают непосредственно влияние на нашу жизнь. И мы с вами говорили в предыдущем плейлисте об адаптации к американской среде обитания. И эта тема непосредственно сегодняшняя касается адаптации нашей личности и нашей индивидуальности, чтобы не войти в противоречия, не войти в конфликт интересов между личностью и индивидуальностью. Так как мы вырастаем непосредственно в современности в культуре европейской, азиатской и одновременно североамериканской. Все это все намешалось, намешалось и очень большой туман в голове. Что происходит, да? Смотрите, небольшой экскурс у нас какой с вами? Есть такой Адам Смит, помните, ученый, философ, математикой шотландский, который вывел нам такое понятие о том, что отношения между производителями товаров, услуг и покупателями саморегулируются. И якобы есть такая некоторая невидимая рука, которая регулирует, урановешивает эти отношения. И рынок может быть свободным. Однако в результате каких-то событий мы увидели огромный кризис в Америке экономический произошел в прошлом веке. И далее пришел кризис на европейскую экономику. И все вкупе пришло. Мы увидели большие военно-политические кризисы. И, соответственно, из этих кризисов вышли достаточно сложно. И опять же мы находимся в таких ситуациях непростых. Но это мы о глобальном. Сейчас мы эту глобальность разберем на деталях и выйдем к нашей адаптации. Смотрите. Значит, у нас до сих пор существует такая тема королевства. Королевство у нас в Великобритании. Королевство, у которой парламентская такая республика, скажем условно, король подписывает все законы в конечном итоге. И конституции как бы нету. Понимаете? То есть власть короля не абсолютная, не абсолютная монархия, конечно. Но она существует. Смотрите, в чем фишка здесь. Существует такая тема личность. Личность, да? Вот эта личность короля. Вот мы это помните, там пирамидку с вами рисовали. Вот эта личность короля такая пирамидка, да? Вот эта Великобритания, которая создала эту нам философию современных капиталистических отношений. И далее маленько ее модернизировали в 20 веке, когда поняли, что кризис происходит совершенно из другого. Из другого происходит. И вели понятие регулирования государственного, регулирования рыночных отношений, да? И к этому мы сейчас вернемся. Смотрите. И вот существует король. Личность такая, да? И Англия, Великобритания такая классическое классовое общество. То есть оно непосредственно классовое общество. И вот в этом классовом обществе существуют эти пирамидки. Условно вот так нарисуем. Вот так вот. Эти пирамидки, пирамидки личности. И каждая пирамидка стремится мимикрировать, мимикрировать, подражать, походить на более высокую в классе, в каком-то другом классе. Чтобы перейти в другой класс, вам нужно как-то мимикрировать, как-то подражать это им. И чтобы вас приняли в следующий класс, да? Как это сделать? Это сделать медом доказательства. То есть мотивацией в этом обществе для движения в общественное развитие является переход с одного класса в другой класс через доказательства какого-то закона, доказательства какого-то явления и так далее. И, соответственно, получать отсюда какие-то плюшки, да? Плюшки какие-то, какие-то преференции там. Смотрите, здесь эта личность, да? Личность такая, ну, она близка к абсолютной личности, потому что она наследуется по родовой линии и так далее. Никакого тут преимущества, там, выбора, какого-то конкуренции, демократии не может быть, да? То есть здесь корона наследуется по принципу кровным, ну, кровей королевской, да? Соответственно, эти другие личности мимикрируют, хотят походить на эту личность, да? Соответственно, чтобы получить от нее, там, рыцарское звание, там, какие-то ординаты, там, ну, понимаете? Смотрите, ситуация какая? Когда ваша личность мимикрирует, становится, ну, походить, охота походить, надо походить, надо, надо, но в этот момент что происходит? Происходит страдание, вот рождение сострадания вашей индивидуальности. Индивидуальность страдает, да? Извиняюсь. Индивидуальность страдает, потому что она индивидуальность. Она не хочет мимикрирует, походить на кого-то, подражать кому-то. Следует, следует, то есть делегирует свою волю, желание индивидуальности делегируется через личность другой личности, да? То есть вы следуете какой-то другой личности. И индивидуальность страдает. Это страдание надо как-то компенсировать. Но здесь компенсации явной такой нету. Вы должны ее заслужить. И товарно-денежных отношениях, которые создались в массово-индустриальном обществе, то есть здесь у нас производит воспроизводство. Воспроизводство вот этих отношений между личностью и индивидуальностью, в результате которых индивидуальность получает какое-то богатство. Богатство, скажем так, богатство, которое невозможно отсоединить от нее. И индивидуальность говорит, что это мое золото. Помните, да? Мое золото. Властелин колес. Властелин колес. Ауди, допустим. Мое золото. То есть вот здесь богатство образуется. И нам надо производить это богатство постоянно. То есть стоимость богатства надо увеличивать, чтобы компенсация росла в стоимости. Правильно? Как она может расти в стоимости? Откуда вы берете этот рост в стоимости? Соответственно, вы взаимно, взаимно, да? То есть вы ниже, ниже, ниже вот это происходит. То есть отсюда сюда, отсюда сюда передается, да? Соответственно, здесь беднее люди становятся. Здесь средний класс, здесь бедность. Здесь какой-то мусор вообще, да? Мусор. Видели там в городах этих стран? Там мусор на улицах, мусор. Откуда этот мусор берет? Почему его никто не убирает? Чтобы подчеркнуть, что здесь мусор, вы находитесь. Вот ваше место классовое, да? Вот здесь внизу в этом мусоре находиться. Вы мусорите. Никто не убирает этот мусор в городах, в столицах, да? Этот мусор. И вам подчеркивается, вы вот, вы находитесь внизу. Вот в этой среде мусорной, да? Вот такая тема. Так откуда возьмется богатство, если здесь бедные люди, да? Бедные. Откуда ему богатство взяться? Чтобы компенсировать индивидуальности. Или что же индивидуальности? Охота тоже богатство необходимо. Откуда они возьмут? Они возьмут ее извне, откуда-то. С другой территории, с другого общества, да? И мы знаем такую историю, глобальная история, когда и Испания, там, Португалия делят мир, и грабят, одни грабят там Южную Америку, другие Африку грабят там и так далее. Тащат богатство, вот сюда тащат, да? Сюда тащат, к своему королю, там, своему королевству, к богатству это все тащится. То есть, вот эта тема, личность, как мимикрирует под другой личностью и страдает индивидуальность, и создается вот эта тема страдания, она в нашей современности присутствует так же, но в товарно-денежных отношениях, да? То есть, когда мы говорим с вами о европейском товарном рынке, да, европейском, то у нас, допустим, какой-то один есть властелинка лес, там, другой там есть дабл. В этом у нас существует, ну, в автомобильном секторе, да? Если там мы берем фэшн-индустрию, да, какую-то там, мы видим, что это какие-то сумочки, там, да, Гуччи, там, еще какие-то дом какой-то там французской моды, парижской, и у них какие-то, вроде бы сумочки сделаны, то, что в Гуччи во Франции, что в Гуччи сделаны там в Азии, одинаковые, не отличишь, да, стоимость одной там тысячи долларов, другой сто долларов, да? То есть стоимость теперь товара переносится, увеличивается, искусственно увеличивается, создаётся какая-то ценность этого товара. То есть теперь богатство вы взять, вам отсюда взять, не откуда богатство, уловляйте богатство. То есть если раньше богатство можно было поехать, захватить другую территорию, другую там, какую-то цивилизацию разрушить, и оттуда притащить богатство там из Мексики, там, скажем, там, золото инков будет притащить, да? Нет такого возможности, такой нет, то становится такое искусственное воспроизводство, какую-то ценность накручивается вот этой сумочке, этому автомобилю, да? Чтобы компенсировать индивидуальности ущерб от мимикрирования для уже опять какой-то личности, да? Знаете, вот противоречие, возрастает здесь, что у нас возрастает? Стоимость товара, да? Стоимость товара растёт, вот эта единица товара, там стоимость товара, то есть там говорят, ну, качество товара заложили туда, какие-то качества там существуют, и по Адаму Смиту, как бы, говорили о том, что Адам Смит говорит, ну, там есть некая, там, рука какая-то есть, да? Рука равновесия невидимого, но там была заложена концепция Юпитера, был Юпитер, а у Юпитера вера. Вот эта рука веры, да, должна была компенсировать, это равновесие качели создать рука веры, что я верю твоему товару, ты веришь моему товару, и мы друг другу верим, и мы обмениваемся товарами. Через веру. Ну, когда у вас в товар заложена избыточная какая-то ценность, искусственная, придуманная, да, каким-то, возвышенная какая-то ценность, и эта ценность увеличивает стоимость товара, да? Хотя тут качество не изменились, то есть сумочка, сделанная за забором, в цехе каком-то с эмблемой, одинаковая должна быть, правильно? Ну, нет, 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 а стоимость товара выше, выше стоимость товара. Посмотрите дальше. Это мы назвали что? Это мы назвали всё личная собственность. Собственность личности. Понимаете? То есть тогда как бы индивидуальность не может владеть этой собственностью. То есть она как бы говорит, нет, если я буду ей владеть, то я перестану быть индивидуальностью, правильно? Если я возьму, то давай эта личность будет владеть с этой собственностью, а индивидуальность будет пользоваться этой собственностью. Скажем так, условно. Увидели ситуацию. В чём вопрос? Вопрос в чём? В том, что мы переходим к теме североамериканского менталитета и наследие эпохи просвещения, когда Адам Смит эту теорию, философию выдвинул, её поддержали, давайте, рынок будет саморегулироваться. И североамериканский континент Соединённые Штаты приняли эту модель за основу и которая привела их к тому большому кризису. Почему она привела их к кризису? Разберём. Потому что это важно, потому что мы находимся в настоящий момент в таком же кризисе. Смотрите. Здесь была личность на вершине в американской, в североамериканской получилась теме. У них наверху оказалась индивидуальность. То есть индивидуальность оказалась вот здесь. Ну то есть вершинка-то наоборот. Помните, я вам рассказывал, воронка вон внутрь находится. Индивидуальность оказалась вот здесь. В результате... В результате... Личности нет. Некому подражать, некому мимикрировать. Некому... То есть всё. А куда? Ну там никого нет сверху. Тут нет, тут все равны. Эти равны. Всё, никуда, никуда. Поэтому, что получилось... Что получилось... Американцы пошли вот по этой модели. Они же, то есть, даже воевали с Великобританией, да, за свою независимость. Но тем не менее, модель-то была прописана, декларация независимости сначала-то написали они совершенно, говорили о личной собственности, о наделении собственников какими-то привилегиями, да. И потом, так вот, при окончательном варианте, когда туда уже поменяли, что права-то даны Всевышним сверху, люди все равны, все равны. Поэтому личностей никому нет, все равны. Правильно? Все равны. У каждого своя индивидуальность при этом есть. То есть вы своей индивидуальностью не равны. Понимаете? Ну, как личности, вы все равны, все. Получился вопрос в чем? Теперь у личности образовалось приватное пространство, это называется. Приватное. Вот это образовалась частная собственность. До этого не было частной собственности. Вот здесь не было частной собственности. Была личная собственность. Личная собственность короля, личная собственность герцога, личная собственность и так далее. Не было частной собственности. А здесь образовалась частная собственность. То есть индивидуальность выделяет для личности некое пространство. И смотрите, когда в этой пространстве, в экономике американской, началось товаропроизводство, промышленное уже, когда инвестиции пошли, иначе из сельскохозяйственной страны Америка начнет превращаться в индустриальную страну, стоимость труда изначально увеличивается. Если здесь у нас растет стоимость товара, то есть ценность товара увеличивается, то здесь у нас увеличится стоимость труда. И товары, произведенные в Северной Америке, становятся неконкурентоспособны. То есть ножницы образуются, видите, ножницы образовались. Здесь высокая ценность товара, а здесь высокая стоимость товара обретает стоимость труда. Соответственно прибыль разная. Здесь прибыль получается у личной собственности больше, а здесь у частной собственности личность меньше отдаёт сюда. Нет такой потребности в такой высокой компенсации. Здесь компенсация ниже, то есть она не воспроизводится, поэтому компенсация всегда одна и та же. Допустим, напишите 5-10%, и то даже много 10%. 5% компенсации для этого пространства за глаза, для пространства личности, которая выделилась у человека, для сотворения какого-то продукта, на конвейере продукта, или ремесленного продукта, или мастер какой-то продукта делает. Достаточно 5%. Всё. И товар-то не стоит недорого. Сам товар. Товар стоит недорого. То есть материальные средства. Материальные средства не несут богатство. Богатство несёт труд. Сам человек находится богатством. Поэтому богат в Америке вот человек, который такой. Понимаете? Вы не станете в Америке, когда говорят, у меня компания. Нет, богатства такого нет. Нет. В Америке страны не для богатых. Это страна равных возможностей для вашей индивидуальности в частной собственности находящейся. Вот эта личность находится. Находится там. Пространство тут. И смотрите, образовались эти ножницы. То есть американцы поставляют на рынок товар. Эти поставляют на рынок товар. Великобритания, Франция. И между Америкой начинается конфликт такой. Противоречие. Прибыль-то. Прибыль-то вы меня извините равная. Прибыль-то разная. То есть богатство перемещается не в ту сторону перемещается. И тем более даже мы говорим о заградительной пошлине. Америка вводит какие-то блокады товарные. И в результате образуется финансовое крушение надежд. То есть европейские люди. Ну эти собственники. Богатые. Которых образовалось богатство в результате лишней ценности. На сумочку. На эту машину. На что там еще можно накручивать эту ценность. Для того чтобы богатство сохранялось. Постоянно сохранялось для индивидуальности. И находилось в ее собственности. Соответственно. Соответственно. Ну. Тут тоже не дураки. Правильно? Они приходят сюда на фондовый рынок. На американский. Отсюда приходят. С Европы. Началась там торговля акциями. Биржа. Все нормально. Придумано. Классно. Да. Мотивация для движения капиталов. Обмена капиталами. Равной по. Чтобы уравновесить. Это рука невидимая. Рука рынка. Да. Невидимая рука веры. Чтобы была. Люди. Механизм. Финансы образовали такой. Да. И отсюда капитал двинули сюда. Для чего они сюда двинулись? Спекулятивно двинулись. Правильно? Спекулятивно двинулись. Они не пошли отсюда на рынок. На товарный. Они сюда не пойдут. Потому что здесь очень норма прибыли маленькая. Труд в цене растет. Соответственно. Что они тут могли? Все. Образовался конфликт. Рынок. Акция перегрелась. Непонятно. Откуда взялись деньги-то? Откуда взялись товар одинаковый? Откуда у вас эти богатства взялись-то? Откуда? То есть. Когда вот эти-то работали. Как они работали? Они писали вера. То есть верят вам. Да? Верят вам. Безогонно. Верят. Вот дети верят. Ты мне веришь. А дети говорят. Нет. Мы тебе ценник накрутим сверху какой-то еще. Да? Обманем. То есть. Тут система заточена под штопа. Чтобы обмануть. Да? Чтобы откуда ты возьмешь богатство? Откуда? Ну тебе надо обмануть другого человека. Так, друзья. Мы с вами говорим об адаптации. Теперь как нам адаптироваться внутри самого себя? Правильно? Нам нужно адаптировать два состояния. Игидуальность и личность. Чтобы у вас было частное пространство внутри. Частное пространство личности вашей. И в этом частном пространстве индивидуальность могла создавать какой-то продукт. Продукт какой-то творческий продукт. Какой-то цифровой продукт. Какие-то законы вы открыли. Что-то создали. Конструкторское мышление у вас образовалось. И так далее. В вашем сознании через это. Но стоимость труда будет расти. Но норма прибыли будет у вас небольшая. То есть богатства здесь образовываться такого. Не будет как вот недвижимого богатства. Какого-то. Здесь для вас движимое богатство. Здесь, чтобы пространство сохранялось. Чтобы пространство развивалось внутри вас. Оно должно двигаться. И оно двигается с помощью движения денег. И соответственно компенсация вот эта вся образовалась. Где она образовалась? На фондовом рынке на американском. То есть все пошли на фондовый рынок на американском, международный. И как бы вот эта рука компенсационная такая помощь. Ну как бы вот помогала до какого-то времени. И опять потом эти качели начались. В конечном итоге пришли опять. Ну опять же Великобритания выдала такую интеллектуальную идею. Что да, теперь давайте государство посмешивается. И перераспределяет богатство внутри страны. международами, меняет эти правила игры, финансируется и так далее. Но соответственно мы в современном обществе видим что? Что оказалось, что существует другая модель. То есть модель существует. И мы смотрим. Они смотрят и говорят, ну что товары из этой великой страны. Поднебесной, да, почему-то они становятся более качественными. Как вот здесь, да. Но в цене не накручивается ни цена. Здесь говорят, а как у вас, почему у вас товар прибыль-то приносит? Почему? Почему вышли производители, финансовые рынки вышли, производители вышли в страну восходящего солнца? Почему? Почему у вас оказалось там стоимость труда ниже? Здесь тоже вопрос задали такой. Тоже вопрос такой задали. Правильно? И вдруг свет клином сошелся на вот этой стране восходящего солнца. И эти вопросы задают такой. Ну они сами себе задают вопрос. Почему у вас стоимость труда-то не растет, как вот здесь. У них растет когда индивидуальность и личность, да. И вот здесь, когда личность, индивидуальность, ценность, ценность продукта почему-то накручивается постоянно. Выше, выше, выше. И потом говорят, да это инфляция. Да это инфляция. Да это инфляция. И вопрос такой возник сейчас. Вот такая дилемма такая. Нам с вами эти глобальные вопросы, они нас как бы помогают. Помогают нам выйти из своего маленького мерка, своего, своего, такого, и посмотреть на себя со стороны, да. Как мы себя продаем, как мы себя покупаем. То есть мы сами себе продаем себя каждый день. И страна Северной Америки, это страна победившего маркетинга, да. А эти ребята в Западной Европе, они страны, победившие ценности, да. Когда продают товар завышенными, качественными, завышенными ценностями, да. Стоимость высокая. То есть здесь стоимость, прибыль извлекается откуда. То есть почему, отвлекемся, почему там рынок, фондовый рынок американский такой, очень динамичный. Потому что эти страны пришли на этот фондовый рынок и нашли там такую золотую, как бы середину пока что, да. Как извлечь прибыль, извлечь прибыль повышенную, извлечь, поменяться ее между рынками. Но тем не менее между ними продолжается совершаться такое противоречивое развитие экономическое, да. То есть где в этой, в Америке по-прежнему растет стоимость труда. В Западной Европе по-прежнему растет стоимость товара. Стоимость товара растет, все. И поэтому, когда мы продаем себя, сами себе, каждое утро ты просыпаешься и говоришь себе, как я выгляжу. Я отлично выгляжу, да. Я умею то, я умею это, я умею это. Вот какой я молодец, да. Я сам себе продаю самого себя. Я сам себя рекламирую самому себе. Я сам себе маркетинг создаду для себя. То есть вы должны понимать, что внутри вас находится некое приватное частное пространство вашей личности. Но при этом вы находитесь в своем индивидуальном состоянии. Так, друзья, с вами был Виталий. Ролик был такой, наверное, немножко непонятный, запутанный. Но, тем не менее, спасибо вам за внимание. Немножко я тоже в этом дело разобрался, потому что такая тема, она зеркально не отражается, да. То есть она не зеркальная. Она маленькая вывернутая такая тема. Спасибо вам за внимание. Пока.